Еще год назад вторая поликлиника вовсю строила планы по созданию на этом участке земли парка для маленьких пациентов и их мам. Но неожиданно для всех узкие больничные проезды заполнились тяжелой строительной техникой. И на месте срубленных деревьев выросли три сваи раздора. Были установлены диагностические сваи в количестве трех, еще две сваи, они вот сейчас под снегом находятся. Для нас это было совершенно неожиданно, ничего не согласовывалось с нами, мы просто были поставлены перед фактом. Руководство медучреждения выяснило, этот клочок земли был продан еще в 90-х и теперь здесь в 10 метрах от входа в детскую поликлинику должен появиться частный медцентр. К соседям застройщик все-таки обратился с просьбой подключить будущее трехэтажное здание к готовым коммуникациям поликлиники и медколледжа. Наш колледж 1967 года постройки, так же как и это здание детской поликлиники 1967 года постройки. Коммуникации все у нас древние, поэтому у нас постоянный подпор колодцев. Отказав застройщику в доступе к коммуникациям, медколледж и поликлиника обратились за помощью к городским региональным властям. Позиция госучреждений очевидна, видеть соседом частном медицинский центр здесь не хотят, зато стремление их оппонента вполне объяснимо. И в принципе понятно желание предпринимателя построить частный медицинский центр именно здесь. Вот они готовые потоки пациентов. Но как развести эти потоки, если уже сегодня мамы-автолюбители и мамы с колясками с трудом разъезжаются по этим узким проездам? Условия комфорта нужно создать для тех граждан, которым уже организована помощь в этом месте. Возникает предложение, давайте построим здесь еще один медицинский центр и займем все это место. Я считаю, что если медицинский центр и нужен, давайте его построим в другом каком-то месте, чтобы не занимать это ограниченное пространство в густо застроенной части города. Для того, чтобы застройщик отказался от своих замыслов, город предложил вместо этого три альтернативных участка. Один в самом центре Архангельска. Мы предлагали участки для застройки. Ответа от застройщика город не получил. Пока работы здесь приостановлены, предприниматель не предоставил необходимых документов и администрация не выдала разрешение на строительство. Но бумаги рано или поздно будут собраны и формального повода для отказа у города не останется, участок в собственности. Мы предложили застройщику прокомментировать свое решение. Он отказался. Поэтому ответа на вопрос, будут ли здесь расти деревья или сваи, пока нет. Ирина Ившина, Денис Линчевский, Ольга Красулина. 7 дней в регионе.